всем привет с вами level performance это наш 58 выпуск и сегодняшним героем будет автомобиль который олицетворяет сдержанное достоинство он практически стандартный но сильно переработан в каждой мелкой детали причины по которым эта машина стала легендой я думаю объяснять не нужно это и символ своей эпохи и очень крутой технологический автомобиль который даже на сегодня остается невероятно комфортно я после сборки мотора обкатывал эту машину по маршруту москва-тверь и должен признаться что больше удовольствия на трассовых скоростях мало какая современная машина может доставить потому что автомобиль действительно классно стоит на дороге он очень комфортно мне мало аэродинамического шума и ты себя в нем ощущаешь по-настоящему безопасно снаружи он бросается в глаза только своим безукоризненным блеском потому что на момент начала проекта на машине было какое-то количество сколов несколько деталей мы перекрасили вся машина была отполирована и закрыта сверху в новый прозрачный полиуретан чтобы приобрести надолго глянцевый мокрый блеск многие думают что пленка это в первую очередь про защиту но нет это возможность постоянного такого глубокого блеска когда машина всегда смотрится слегка влажной снаружи этот автомобиль выделяется только нестандартный карбон керамической тормозной системой до завода на этих поколениях уже была такая опция но мы тормозную систему разработали полностью с ноля потому что во первых была задача обеспечить беспрецедентно высокую эффективность торможения а во вторых сделать это еще и красиво поэтому троник инженер по нашему запросу на эту машину проработали систему с модификацией распределения тормозных усилий между передней и задней оси этот кузов известен тем что при резком нажатии на тормоз кузов клюет наклоняя борду вот так вот создавая определенный дискомфорт водителю и пассажиров правильно переработанная тормозная система загружает обе оси одновременно и очень сильно повышает не только эффективность торможения и соответственно активную безопасность но и комфорт водителя и пассажиров каждый помнит свое собственное ощущение когда какие-то машины при торможении делают вот так и тебя там качает как в лодке а какие-то мягко и плавно садятся пока ты не ощутишь на одном автомобиле до и после сложно это сравнить потому что часто списывают на особенности подвески но на самом деле распределение тормозных усилий по передней и задней оси критически сказывается на том что ты чувствуешь за рулем вот в таком вот разваленном виде ради замены одной единственной прокладки у нас висит audi rs7 c7 мы с недавних пор хлебнув весь перечень приключений с нашей боевой rs6 отлично разбираемся в этих автомобилях и вот до такого вида их нужно разобрать просто чтобы поменять негерметичную прокладку на впуске автомобиль приехал задачи на донастройку но перед этим его нужно немного починить и по совокупности характеристик мы с владельцем решили что просто устраним несовершенство и поднастроим его в более безопасный вид без поднятия мощности какого-то драматического возможно она будет чуть мощнее чем сейчас но самое главное что от нас она уедет более безопасной да тюнинг бывает и таким мы здесь устраняем негерметичности порванные прокладки переустанавливаем метанол чтобы машина была надежной и такой стокообразный для меня это одно из самых важных слов которые мы повторяем из серии в серию и от машины к машине тачка должна работать безукоризненно и не мучить своего владельца какими-то флешбеками на подъемнике у нас висит вы в комментариях просили передать привет дорогому дневнику aston martin dbx 707 машина настолько исключительны что на него в россии в наличии не нашлось шины которую повредили на стыке асфальта короче он у нас на подъемнике висит в ожидании нового колеса и покраски поврежденных колесных дисков совсем небольшой ремонт но растянулся он на продолжительное время потому что повторюсь ни одной шины в наличии в россии не нашлось рядом с ним мелко фрагментированный накрошенный рем трx это будет самый большой и на текущий момент из всех наших проектов с трx потому что он поменяется внутри снаружи получит дополнительной мощности шумоизоляции музыку в общем эта тачка у нас точно заслужит отдельного сюжета и мы детально покажем все начиная с перешивки кожи и вот этой вот части и заканчивая карбоновыми вставочками если говорить внутри а в моторе этой машине мы будем усиливать клапанный механизм и получает дополнительную мощность послушайте звук и запомните его скоро моторы v8 мерседеса кончатся и вот об этом люди будут вспоминать придыханием когда-то все плакали о звуке 5 и 5 моторов с переходом на 40 а скоро будут детям рассказывать об этом таких звуков от мерседесов скоро не будет я вот почти уверен что вся модельная линейка в ближайшие несколько лет потеряет мотора v8 здесь у нас у раканы 100 очень необычный цвет я первый раз вижу такую машину вживую и здесь у нас проходит процедура предпокупочной диагностики у машины пренебрежима малый пробег тут нет даже тысяч километров но эндоскоп при покупке владелец будущее потенциально решил все-таки сделать и тут на самом деле у нас даже в коллективе мнения разделились вроде тачка новая зачем делать а с другой стороны тачка очень дорого стоит и почему бы не сделать чтобы убедиться что покупаешь действительно исключительную изысканную вещь она находится в идеальном состоянии так что мне на самом деле интересно чего там скажете делать эндоскоп на 1000 километрах или не делать излишество это или наоборот разумная предосторожность когда тратишь просто вот такую вот гору денег на вот столько вот немножко машины самое важное ответственное хоть и невидимая часть работы у нас располагается под капотом это конечно двигатель потому что начался проект с восстановления 47 литрового twin turbo двигателя m278 он известен своей задир способностью комбинации с перегревом не очень качественным маслом который очень часто льют дилеры и нам пришлось восстановить двигатель практически с нуля этот блок подлежит гильзовки мы очень негативно выступаем в отношении этой процедуры на многие другие модели но конкретно 278 мотор достаточно жирный по телу чтобы гильза в нем держалась надежно под чугунную гильзу мы изготовили новые поршни и для запаса прочности закинули еще и шатуны подобрали кольца чтобы они работали корректность чугунные гильзы и выполнили тюнинг уровня стейдж 0 понизили рабочие температуры немного модифицировали смесь чтобы с полностью стандартной выхлопной системы автомобиль обеспечил себе максимальный ресурс так что внутри у нас сейчас сердце которое выдержит бесконечное все абсолютно количество километров и я уверен что ресурс этого двигателя сейчас у нас превысит вообще все мыслимые и немыслимые ожидания владельца так что это крепкий надежный агрегат который собран с разумным усилением и программно модифицирован для того чтобы не перегреваться никаких режимов проверку выполнили оказалось что машина в абсолютно безукоризненном состоянии ни одного замечания сделать не получилось и хочется остановиться на том что вообще из себя представляет этот не за оливкового цвета автомобиль очень красивая краска во первых это очень развитая аэродинамика здесь в одно завязана система охлаждения и прижимное усилие на морде радиатор расположен с наклоном и через капот выходит часть воздуха который набегает соответственно это увеличивает прижимную силу на передней оси технологии эти не новый lamborghini так в гонках на супер трофео и gt3 машинах делает с первого дня появление уроканов а до этого вообще не знаю сколько сотен тысяч лет они так делали в кольцевых гонках это самое эффективное расположение радиатора для задней или средней моторной машины так ездят в гонках porsche и еще миллионы миллионы разных автомобилей во вторых эта машина заднеприводная у нее принципиально отсутствует передняя ось с точки зрения крутящего момента но кстати американцы уже давно разобрались что сюда можно доставить все запчасти от обычного урокана и супер трофео становится полноприводным там это очень модно при установке twin turbo комплектов повышения мощность еще одна интересная деталь в подвеске машина заднеприводная и тормоза на вид кажутся похожими на обычный урокан но на самом деле здесь совершенно другого типа тормозные диски мы их уже подробно разбирали у них другой размер и по диаметру и по толщине и сам материал гораздо ближе к настоящему гоночному который может ехать эндурансы из-за этого другой суппорт и очень сильно другой кулак в общем если на этой машине что-то случается с тормозами поставить запчасти от обычного урокана не получится ну и соответственно в задней части у нас тоже добавлено очень много разных деталей по аэродинамике салон тоже спартанский тут коврики как в метадоре сви джей 63 а вот по механике машины никаких изменений не претерпела обычно в моторку залетаю к себе домой и очень уверенно делаю вид что понимаю что здесь происходит но вот это лобовина меня немного смутило очень пухлый корпус соответственно шестеренка маслонасоса широкую думаю а хочу из такой боевой мотор оказалось что lexus lx 570 с двигателем 3 rfc который приехал к нам с жалобой на сторонние звуки стуки словил посторонний предмет во вкус к у нас повреждено три поршня три камеры сгорания которые мы будем соответственно менять ремонтировать и попутно выполнять восстановление клапанных пар соответственно клапанов и направляющих и седел для того чтобы восстановить геометрию герметичность их движения владельцу автомобиля на мой взгляд очень сильно повезло что мусор и посторонние предметы которые в камерах сгорания летали не повредили стенки блока цилиндра важной эстетической частью проекта было обеспечить максимальное заполнение заднего колесного диска при сохранении тех самых тормозных пропорций поэтому подбор компонентов а именно ротора и суппорта на эту систему занял у нас несколько дней пока мы окончательно определили концепцию в какие колеса какой диск спереди какой диск сзади и как все это будет сочетаться друг с другом как обычно наши друзья свою работу выполнили просто безукоризненно и владелец этим автомобилем категорически доволен в каждом его движении на каждом торможении автомобиль этот ездит уже несколько месяцев и у нас сегодня просто сезонный шиномонтаж и поэтому получилось для вас записать этот видос ну а собственно теперь сама особенность шиномонтажа на этой машине настолько все детально проработано что даже колеса в одном дизайне 20 летом 19 зимой чтобы было помягче ну и в целом зимняя резина лучше работает когда у нее толстый бортик салон мы тоже сделали идеальный в стандартном дизайне перешито сиденье полностью изменен руль он выглядит абсолютно не бросающимся в глаза образом но при этом намного приятнее стал на ощупь изменены обшивки передних дверей и торцы передней панели чтобы было красиво тихо мягко комфортно в общем эта машина сдержанного человека который уже определенно никуда не спешит но очень хочет наслаждаться моментом ключевым словом проект у нас было безукоризненный поэтому владелец до сих пор не все пленочки защитные снял настолько много их в салоне поменяли чтобы ни одной изношенной детали не было ни на глазах не под пальцами мало того что мы дефектовали редуктор отбалансировали карданные валы отремонтировали коробку передач за время пока строился мотор но каждая деталь была заменена на новую так что несмотря на внешнюю стоковость автомобиля это был настоящий проект и я от лица всего коллектива благодарю владельца за то что он нам его доверил поручил и в некоторой степени сделал левел таким какие мы есть сегодня просто за счет того что нам дают делать такую работу и поручают это отдельного интереса на этих ураканах заслуживают шины это итальянская машина которая отроду положено конечно ехать наверное на пирелли но здесь в гоночной спецификации ну как в гоночной стоят шины бриджстоун что говорить о том что все мировые бренды большие вот так вот давно друг с другом хлопают и дело скорее всего в маркетинге они в реальных характеристиках потому что ставить на гоночную итальянскую машины шины бриджстоун мне лично кажется просто театром абсурда но скорее всего заводские инженеры в плотной работе с инженерами бренда определили характеристики которые нужны и рассчитывали что тачка получится на треке изысканной как показал опыт эксплуатации этих машин на москву raceway получилось так себе эта машина работает хорошо только на очень высоких скоростях на огромных ходовых трассах а в маленьких узких поворотах морда совершенно не держит и без должного тюнинга как минимум по развалу и по настройке схождения колес никуда эта машина не едет в общем пафоса много и скорее стелить по патрикам чем ездить по мрв ну либо доводить подвеску но если вам показалось что я эту машину обесцениваю совершенно не так у нее достаточно много крутых гоночных фишек чтобы быть восхитительной вещью которая по-настоящему эпатажно выглядит и доставляет максимум удовольствия своему владельцу это крутая штука с настоящим боевым антикрылом которое можно переставить под нужную характеристику прижимной силу на жопе ну в общем посмотрите она просто чертовски красиво так что у ребят из lamborghini в очередной раз удалось просто маркетинговое чудо они классную машину переупаковали в красивый кузов продают еще дороже радует людей ну и тут сложно сказать что-то кроме как браво ребята умеют делать бизнес есть определенная практика что чем выше у мотора эффективность тем хуже у него звук и самый яркий пример это двигатель с 58 6 цилиндров 3 литра но мотор с завода очень эффективны поэтому максимум механического стрелка то он выдает выход когда в стандартной конфигурации на нем стоят катализаторы опф фильтры паразитных звуков никаких нет но при некорректном удалении здесь появляется кроме механического звука мотора еще и куча всяких лязгов и дребезгов что вы у нас видели в предыдущей серии мы это сейчас исправили изготовив полностью новую переднюю часть глушителя добавив туда x-pipe после него на месте стандартного пустого бескамерного резонатора который больше похож на x-pipe у нас теперь находится полноценный камерный резонатор что устранило все паразитные звуки дребезги который издает сам выхлоп так что машина у нас сейчас звучит своим естественным звуком мотора который на самом деле уже можно назвать по-настоящему задорным и хоть у него есть свой специфичный характер дефектов он больше не имеет я не знаю получится ли у нас передать это в записи но сегодня эта машина звучит исправно и для меня это очень важная характеристика потому что всякие посторонние механические звоны категорически дешевят машину а сейчас это с хрипотцой но очень борзый гоночный звук а одно из самых грубых и при этом примитивных нарушений в том как наши автомобили эксплуатируется эта смазка ступицы колес на привалочных плоскостях вот этот mercedes обслуживался до нас либо в правильном месте либо просто завода не имел здесь дополнительной смазки вот эти следы от колес означают что диск был зафиксирован на ступице нормально и трение там где оно должно быть нормальным образом создавалась и только вот на эту вот поверхность там где на центральное отверстие насаживается колесо был несет очень ограничен объем смазки на колесном диске мы это видим очень хорошо то место где колесо прижималась и где должно работать именно усилия на проскальзывание у нас чистый металл здесь все правильно и только посадочные отверстия было смазано медной смазкой связано это с простой вещью диск должен об ступицу держаться и шпилька должна его только ну или болт прижимать но не работать на срез а если ты вот эти вот вещи намазал то диск может туда-сюда вот так вот елозить это грубейшая ошибка которую совершают практически в каждом втором сервисе так что при шиномонтаже убедитесь что у вас здесь идеально чисто а вот здесь чисто и смазано тогда колесо будет легко надеваться правильно фиксироваться на ступице и безопасно возить вас всю зиму а вот на примере бмв мы с вами сейчас четко поймем почему это настолько важно тормозной диск на каждом разгоне и ускорение пытается вот так вот провернуться относительно колесного диска относительно ступице вот здесь он зафиксирован двумя штифтами и двумя винтами у нас скорее сюда не болт это винт и они находятся не по центру своих отверстий потому что гигантское усилие пытается и все время провернуть относительно своего центра и представьте даже люди которые далеки от техники четко поймут если у тебя есть пять болтиков и диск на них постоянно вот так вот пытается их срубить никакой пользы машине это не принесет ну и вдобавок у тебя лишняя грязь навалена на ступице в общем грязным ступицам бой следите за этим обязательно чтобы у вас не было каких-то лишних щелчков и чтобы болты не подвергались не характерному неправильному износу одно из самых важных частей которые создают мощность современных машинах это конечно турбина а у компрессорного колеса то есть того в которое попадает холодный воздух есть одна важная характеристика она воздуху умеет трамбовать но совершенно не умеет от воздуха втягивать поэтому снизить сопротивление воздуха между атмосферой и входом в турбину очень важно для повышения мощности соответственно для этого ставят нулевики для этого меняют инлеты и мы для одного из наших очень интересных проектов разработали патрубок который за счет овальной формы вот здесь вот и в целом переменного сечения не увеличивает ни на один процент сопротивление тому как втягивается воздух в турбину вот так у нас выглядела пластиковая деталь по которой мы прототип по которому мы примеряли все железо на машине ну а вот так у нас выглядит готовое изделие и в алюминии мы реализовали во-первых снаружи вот такую вот фактуру для того чтобы стало понятно вообще из чего эта штука сделана и плюс отдает дополнительную прочность а внутри у нас димплинг это поверхность которая называется гольфбол и служит она для того чтобы воздух смазывался об стенки и один поток воздуха скользил по-другому качество печати мы уже научились контролировать таким образом чтобы фрезерованные детальки у нас без ступенек стыковались с печатными печатные без щелей стыковались друг другом и специальный замок давал нам мясо для того чтобы все это аккуратно и безопасно сварился в общем воздух проходит здесь без единой ступеньки а это значит что мощность эта машина паразитным образом терять не будет хотя бы на этой детали я на эту штуку смотрю ребята мне вот до сих пор не верится что эти вещи у меня в руках что мы их делаем и делаем их серийно самые глазастые неоднократно замечали у нас разобранную черную машину с нестандартным силовым агрегатом и после выставки которая прошла вам ту субботу можно сказать что да мы строим 800 сильный москвич с подробностями вперед владельца мы забегать не будем то можно констатировать факт этот автомобиль уже агрегатно собран стоит на колесах на полном приводе на современной роботизированной коробке и готовится к запуску как обычно мы старались сделать проект максимально похожим на стоковый автомобиль поэтому заимствовали и штатные расширительные бачки без какой-то сварки даже воздушный фильтр от audi rs6 так что подкапотка когда будет завершена будет максимально похоже на стоковый автомобиль ну а мы с вами пока пойдем дальше потому что эта машина заслуживает не просто отдельного выпуска от целого сериала да мы снова у открытого капота бмв м5 сезона это снова есть повод очередной рекорд восемь с половиной секунд на квотере установил хозяин уровня александр лобачев который полностью снял все вопросы о том что у нас легковесный гонщик или какие-то другие вопросы машина имеет абсолютно феноменальные 60 футов в одну целую 309 тысячной секунды 257 километров на выходе и в общем эта машина демонстрирует торжество все той инженерной мысли которую мы за несколько лет разработки в нее вложили это не какой-то экземпляр уникальный с точки зрения постройки автомобиля это результат инженерной работы здесь нет никакого кастома впускные выпускные коллекторы впускные патрубки правильно разработанный софт и куча всяких мелких инженерных решений просто демонстрирует торжество нашей мысли здесь без какой-то скромности уже можно сказать что level разработал систему от стейдж 0 до стейдж 4 для этих автомобилей мы закроем абсолютно любую потребность на максимальном качестве потому что мы знаем как это работает мы придумали и разработали это железо здесь покупные турбокомпрессор и покупная коробка передач все остальное мы либо разработали либо сделали сами либо в партнерстве с нашими ребятами из а2 которые занимаются калибровкой этих машин и делают для нас качественные программные решения так что если ты хочешь ехать быстро и надежно то надо сначала подумать головой что мы сделали и продемонстрировали уже второй сезон напомню в прошлом году эта машина на стоковых турбинах проехал 9 целых четыреста пять тысячных секунды чего до сих пор не может сделать самая быстрая в мире бмв м5 competition на стейдж 4 а для тех кто к нам только что присоединился я расскажу в принципе об особенностях конструирования таких силовых агрегатов мы четко понимали что мы не будем гильзовать блок только заменим поршни и шатуны потому что наше решение должно быть масштабируемым и повторяемым а гильзовка в этих моторах не дает ресурса не дает максимальной отдачи мы спроектировали впускные коллекторы с поцилиндровым метанолом чтобы воздух в цилиндры попадал легко сделали выпускные коллекторы которые максимум энергии передают из мотора в турбокомпрессор установили турбокомпрессоры которые должным образом перерабатывают выхлопные газы и выбрасывают их наружу не создавая дополнительного противодавления разработали интеркулеры которые с этой машины у нас перекочевали на другой мощный проект и все это качественно настроили потому что мотор который легко переваривает и выплевывает смесь будет надежно работать на большой мощности когда ты его хорошо настроил если ты любое из этих правил нарушил то как ты не старайся машину тебя будет инвалидом который в лучшем случае случайно будет проезжать какие-то цифры мы же имеем стабильнейшие цифры 85 86 87 секунды и машина их делает раз за разом с абсолютно любым водителем за рулем а а а